Жить это мне никак не мешает. Покапали тебе обезболивающие и все. Всем привет, мои хорошие. С вами Кеймери. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас котлеты по-киевски. Но они у нас вот в таком вот виде. А все почему? Потому что я с осторожностью отношусь к этому блюду. И мне всегда кажется, что они не прожарены внутри. В данном случае они были прожарены, но все равно меня мучила мысль, что... А вдруг? А вдруг они не прожарены? Поэтому я решила их вот так вот постелить. И пожарить еще и снутри. Вот так вот получилось. Так мне спокойнее. Правда, смотрится не очень. Мне кажется, для видео это вообще как-то странно, но... Зато мне вкусно. С утра вообще ничего не ела. Аппетита, знаете, как такового нету. Я не знаю, вы чувствуете или нет по моему голосу, что я болею. Сняла для вас сегодня видео для инстаграма. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Я делала макияж. На мой взгляд, получился интересненько. Очень-очень вкусно. Еще хотела рядом пюрешку, но потом подумала, да ладно, можно и без пюрешки. И так вкусно. Я макаю в сырный соус. И здесь у меня кофе с молоком. Я просто не понимаю, где я успеваю простывать. Только вчера уже начала себя более-менее, знаете, так чувствовать. Сегодня опять себя плохо чувствую. Вроде одеваюсь тепло. Вроде дома не холодно. На улицу не выхожу. Ну вот три дня назад просто окна мыла. Это понятно. Но вчера мне уже было хорошо. А сейчас опять. Вкусняши, ребята. Здесь шесть кусочков. Я думаю, что я съем все. Вчера, ну прям целый день сидела дома. Окуталась в одеяло. Особо видео не снимала. Просто лежала. Я уже себя хорошо чувствовала, в принципе. Сегодня утром просыпаюсь. У меня опять болит горло. Опять этот вирус. Ненавижу болеть просто. Ненавижу. Здесь у меня соленые огурчики. Просто обожаю. Я очень извиняюсь за внешний вид киевских котлет. Я знаю, что они не должны выглядеть так. Наверное, мама будет ругаться. Майка, ну что же это такое? Во что ты это все превратила? Ну, как-то так. Самое главное, это вкусно. Правильно. Самое главное, чтобы было вкусно. Вчера с мамой готовили. Три раза макали в куриное яйцо, потом в панировочные сухари, потом в куриное яйцо. В общем, три раза так. Такая хрустящая получилась корочка. Я люблю, когда так. И у меня сегодня закончился мой сырный соус. Надо бегом бежать и покупать новое. Ничего. Как научиться говорить нет? На самом деле, это для меня очень сложный вопрос, потому что я сама очень мягкая в плане характера. И мне очень трудно порой людям говорить нет. Люди, которые, не знаю, начали ютуб-канал, но мы с ними уже не общаемся лет 10. И говорить мне, что пропиарь меня и так далее. Тебе не трудно, ты не можешь пропиарить мой канал. Тебе что, жалко что ли? Вот так вот обращаются, хотя ты с этим человеком уже не общаешься лет 10. И в такие моменты мне всегда трудно говорить нет. Мне кажется, это самый большой мой минус. Что я не умею вовремя пресечь. Например, у меня такое было в жизни, что парень ухаживал за мной. И я ему каждый раз намекала, что мне это неприятно и так далее. Я не хочу, у нас с тобой ничего не получится. Но вот конкретно в грубой форме сказать, что нет, ты меня достал. Сколько можно? Неужели непонятно, что у нас с тобой ничего не получится? Да, я не могла. И тем самым, понимаете, я неправильно делала. То есть я давала человеку, получается, надежду. Отказывать тоже нужно уметь грамотно и красиво. На мой взгляд. Для меня это вообще сложная тема. Иногда, знаете, даже в WhatsApp, например, кто-то написал среди родственников. Я должна этому человеку отказать. Мне проще, не знаю, часа 4-5 не заходить в WhatsApp, чем сказать человеку нет. Следующий вопрос. Как я отношусь к пирсингу? Я отношусь замечательно. Я не считаю, что здесь есть что-то плохое. Даже когда мне было 13-14 лет, я хотела себе проколоть нос. То есть сделать пирсинг в носу. И сейчас, когда я вижу, что у девушек там тату, пирсинги, я не считаю, что это плохо. То есть если это в меру. Иногда, например, в Инстаграме встречаешь, не знаю, каких-то блогеров, людей, которые вообще прям все в наколках. Это, конечно, дело каждого. Я не осуждаю таких людей. То есть это право. Я считаю, что это не очень красиво. На мой взгляд, все должно быть в меру. Вот элементарно взять пластическую хирургию, правильно? Это красиво, если это в меру. Когда это перебор, это уже некрасиво. Ну, сейчас я думаю, хорошо, что я не сделала пирсинг в носу. Потому что мне как бы разонравилось это. Мама была категорически против. Мама сказала, да зачем тебе уродовать себя и так далее. Хотя я абсолютно не считаю, что пирсинг это уродовать. Но это маленькая сережка. Почему уши прокалывать это нормально, а нос это ненормально. Просто иногда видишь людей, которые, например, язык поделили пополам. Честно, я вообще в шоке от таких людей. Я не понимаю, зачем это надо. То есть всему есть своя мера. У меня среди подруг, знакомых нет ни одного человека прям с пирсингами, с татуировками. Но я к этому нормально отношусь. На фотках в инстаграме, например, смотрю девушек с татуировками. Я не могу сказать, что я говорю, вот что за ужас, как это можно как можно так ходить. Но на себе я чисто не знаю татуаж бровей боюсь делать. Потому что это тоже какого-то рода татуировка. Боюсь, что потом цвет сойдет. Мне не понравится форма. Слушаешь, Билли Алиш, Ариану Гранда, Селену Гомес. Мне нравится Ариана. Очень. Сколько лет назад купила свой телефон? Мой телефон я купила где-то полгода назад. Может чуть больше, месяцев 7 назад. Вообще, я не знаю, у меня есть такая дурацкая привычка. Каждый максимум год я должна поменять свой телефон на какой-то новый. И не обязательно какой-то дорогой, но просто новый. Мне телефоны очень быстро надоедают. Я не знаю, почему так. Но до этого телефона у меня тоже был Samsung. И им тоже я попользовалась, наверное, где-то месяцев 8. Потом я купила этот. Тот отдала маме. Вот сейчас опять задумываюсь поменять телефон. У меня подруга Шерри, она, наверное, уже года 3-4, 4 даже года ходит с одним телефоном. И вы знаете, телефон у нее в таком идеальном состоянии. Меня, честно, вдохновляют такие люди аккуратные, которые умеют пользоваться техникой. Дело даже не в том, что у меня телефон как-то поцарапался или что-то произошло с ним. Он мне просто поднадоел немножко. У нас с Фати одинаковые телефоны. Samsung Galaxy A7 2018 года. Следующий вопрос. Есть ли у меня телеграм-канал? Нет. Нету. Обожаю листья салата. Какое у тебя зрение? Просто замечалось, что Фати щурится, а ты нет. Ровно наоборот, девчонки. Наоборот, у меня плохое зрение, а у Фати... Фати, насколько я знаю, нормальное зрение. Причем у меня один глаз видит хуже, чем другой. Один глаз видит на 100%, другой глаз видит чуть слабее. Я даже хочу сделать операцию. Я уже собиралась сделать операцию и посмотрела видео в интернете, как проходит вообще операция, как режут твой глаз. Это вообще жуткое зрелище. Причем это все без наркоза. Покапали тебе обезболивающие и все. Я не знаю, я прям сильно испугалась. Хотя у меня есть знакомые, которые сделают себе такую операцию. сейчас замечательно видят и очень рад вообще, что сделала эту операцию. Он прям вообще плохо видел без очков. Вот. Поэтому подумываю, конечно, но как-то решиться не могу. Мне настолько страшно ложиться под нож. И еще такая тема. Я когда пошла к врачу на консультацию, я врачу говорю, что один глаз у меня видит на 100%, у меня слабо видит правый глаз. И врач мне говорит, что нужно оперировать оба глаза. Я говорю, зачем оперировать глаз, который видит на 100%? То есть там отдельная стоимость была за правый глаз и отдельная стоимость была за левый глаз. Я так поняла, что это проводилось для того, чтобы содрать как можно больше денег с меня. Это, кстати, было в России. А когда я ехала к брату, я решила пойти к окулисту. В общем, целый центр пошли. Сдали миллион анализов. Мне капали капли каждые 15 минут и в конце я не видела ничего. То есть процедура такая была. Я, в принципе, могу так ходить, я все вижу, все замечательно, но просто меня напрягает этот момент, что этот глаз видит хуже. Жить это мне никак не мешает. Просто я думаю, что если это можно исправить, почему бы нет? Сейчас такие технологии. потом зрение может ухудшиться. Могут быть более глобальные проблемы. Не знаю, одно время я прям взялась за это. У меня был прям депрессняк, что почему один глаз видит лучше, чем другой. Если я буду делать эту операцию, я думаю, что я вообще хочу снять на видео это все как влог. Вдруг кому-то тоже будет полезна эта информация. То есть получается так, что очки, они не помогут мне восстановить зрение. Они просто помогут мне, чтобы зрение у меня не ухудшилось. Мне как бы хотелось эту проблему решить на корню. вот такие вот дела, ребята. Перешли ты в приметы. Смотря в какие. У меня была подружка, и у нее был парень в университете, и фишка заключалась в том, что как только они начали встречаться, ее учеба вообще полетела. Сначала она не обращала на это внимания, и говорила, вот мне не повезло, на этом экзамене у меня попались вопросы, которые я не знала. Потом опять, и опять. Потом так получилось, что перед экзаменом они поругались с парнем. Подруга зашла на экзамен и написала все просто идеально, получила пятерку. Она мне сказала, что мне кажется, что мне с ним не везет, то есть как бы у него какая-то энергетика, которая не подходит мне. Я подумала, что за чушь? И она сказала, давай проверим. Еще осталось, скорее, четыре экзамена. И вот эти четыре экзамена, два из них я буду с ним в ссоре, а два из них мы будем вместе. Посмотрим, как я напишу. И вы знаете, я была в шоке от того, что как раз-таки вот эти два экзамена, когда она не была с ним, он написал лучше. Я не знаю, может это опять же совпадение. Какие-то такие моменты, но факты говорят за себя, ребят. Прям в приметы я не верю, но вот в энергетику человека я верю. То есть я думаю, что может быть такое, что энергетика человека вам не подходит. Может быть, что у вас, когда вы с ним, у вас что-то не получается, дела идут плохо. Может это самовнушение. Не знаю. Следующий вопрос. Ты жила в Дагестане? Нет, в Дагестане я никогда не жила, но у меня там живут родственники, моя твердная сестра, моя тетя. Я время от времени к ним как бы приезжаю. Но так, чтобы жить там, я никогда не жила. Даже какой-то короткий промежуток времени я там не была. ой, да, как же это было вкусно. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Целую. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Там новое видео про макияж сегодняшний. Всем пока!